Привет! Меня зовут Сергей и сегодня мы с вами сплетем вот такой яркий и очень простой браслет. Я сделаю вариант из радужных цветов, просто чередуя цвета радуги. Вы можете использовать любые другие цвета. Например, вот здесь я использовал три цвета в этом браслете. Вы можете хоть два использовать, хоть один цвет, сколько захотите. С одной стороны вот так это все дело выглядит, а с другой стороны уже чуть-чуть по-другому. Я надеюсь, что этот браслет вам понравится и поэтому не забудьте поставить лайк. Ну что, приступим! Приготовьте ваш станок. Один его ряд я снял, чтобы он вас не отвлекал, но вы можете его не снимать, особенно если станок у вас неразборный. Нам понадобится всего лишь два ряда. Расположите их таким образом, чтобы один немножко выходил вперед по сравнению с другим рядом. Открытые стороны столбиков должны смотреть на вас. И приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать в процессе плетения. Основным цветом у меня будет белый. Именно с него и начнем работу. А далее вы можете использовать резинки любых цветов. И чуть позже посмотрите, какие цвета использую я. Но сейчас используем вот этот белый в качестве основного. Берем одну резинку и накидываем ее с первого столбика центрального ряда на первый столбик правого ряда. Далее по правому ряду вниз накидываем с первого на второй столбик одну резинку. И по левому ряду с первого на второй столбик накидываем одну резинку. Далее продолжаем накидывать резинки вниз по правому и левому ряду последовательно до самого конца станка. И по второму ряду тоже до самого конца накидываем резинки. И последнюю резиночку я накидываю с предпоследнего на последний столбик. И все, подготовительный этап у нас завершен. Теперь мы уже возьмем цветные резинки, которые будут чередоваться в этом браслете. Обычно при записи видео уроков я показываю 2-3 цвета, чтобы было проще объяснять урок. Но в этом видео, так как браслет очень простой, я буду использовать все цвета радуги. И мы с вами посмотрим, как нужно их накидывать. Вы можете накидывать хоть два цвета, хоть один, хоть любое количество. Но я начинаю с красного цвета и буду накидывать красный, затем оранжевый, желтый, зеленый и так далее. Берем одну резинку и накидываем ее с первого столбика правого ряда на второй столбик левого ряда. Затем возьмем еще одну резинку и накинем ее с первого столбика на второй, но уже по другому ряду получается. И получился у нас вот такой крестик или буква Х. Далее берем резинки следующего цвета, оранжевый в моем случае, так как я радугу делаю, и накидываем дальше. Точно так же. Одну резинку вот так, с третьего на второй столбик, и еще одну резинку со второго левого на третий столбик правого ряда. И переходим к следующему цвету, желтый в моем случае, накидываем вот сюда, с четвертого на третий, и вот так, с третьего на четвертый. И вот эти крестики у вас могут быть любых цветов, которые вы захотите. Например, красный, зеленый, красный, зеленый, красный, зеленый и так далее. После желтого каждый охотник желает знать, значит зеленый цвет идет, голубой, синий и фиолетовый цвет. Далее последовательность я опять повторяю, начиная с красного цвета. Далее последовательность я опять повторяю. Накидываем последний крестик. И все, станок у нас закончился. Теперь нам нужно взять одну белую резинку, скрутить ее на пальцах в два оборота, и накинуть на последние столбики каждого ряда. На последний столбик левого, и на последний столбик правого ряда. Теперь мы можем перейти к процессу плетения. Начинаем вот отсюда. Заводим крючок и захватываем голубую резинку. Она у нас как раз находится под другой голубой. То есть получается, что это нижняя голубая резинка. Мы ее захватываем, снимаем со столбика и накидываем на тот, которому она и принадлежит. То есть по диагонали вот сюда. Далее захватываем вот здесь тоже голубую резинку, снимаю ее и накидываю на тот столбик, уже которому эта резинка принадлежит. Получается тоже по диагонали. Далее работаем с белыми резинками, с левой и с правой стороны. Мы их захватываем изнутри, снимаем и накидываем вперед. И справа захватываем изнутри, снимаем и накидываем вперед. Продолжаем уже здесь. Сначала захватываем зеленую резинку, отодвинув все лишнее, снимаем, накидываем на столбик, которому она принадлежит, по диагонали. Здесь теперь отодвигаем верхние резинки, захватываем снизу зеленую, снимаем и накидываем по диагонали в левую сторону. И разбираемся с белыми резинками. Здесь захватываем изнутри белую, снимаем, накидываем вперед. И с правой стороны изнутри захватываем белую, снимаем и накидываем вперед. Далее работаем с этими столбиками. Заводим крючок внутрь, захватываем желтую, снимаем и накидываем вправо по диагонали. Здесь захватываем желтую тоже изнутри, снимаем и накидываем влево по диагонали. Белые теперь резинки идут вперед с левой стороны. И с правой стороны изнутри захватываем белую, снимаем и накидываем вперед. Далее уже сюда смотрим. Оранжевая вправо по диагонали и другая оранжевая, но влево по диагонали. Белые изнутри вперед и с правой стороны тоже белая изнутри вперед. Продолжаем. Красная вправо, другая красная в левую сторону. Белые вперед, фиолетовая вправо, фиолетовая влево, белые вперед. И таким образом плетите, так как мы сейчас с вами посмотрели, до самого конца станка. Белые вперед, фиолетовая влево, белые вперед. Мы дошли до последней секции. Как обычно плетем цветные резинки. Теперь белые вперед, с левой и с правой стороны. Далее с последнего столбика правого ряда мы изнутри захватываем белую резинку, которая соединяет вот эти столбики. Снимаем ее. Справа. И накидываем в левую сторону, на соседний столбик. Теперь мы возьмем белую резинку. Просунем крючок сквозь все резиночки, которые находятся на последнем столбике вот этого ряда. Накидываем белую, вытаскиваем сверху и другую часть накидываем на крючок. И аккуратненько все, что мы с вами наплели, снимаем со станка. Вот такой браслет получился. Конечно, его длины не хватает для того, чтобы всю вашу руку заполнить. И поэтому нам нужно сделать наращение. Наращение можно делать из цветных резинок обычной цепочкой, а можно из белых. Давайте я покажу из белых резинок. Берем одну белую, накидываем на кончик крючка и просовываем сквозь те резиночки, которые у нас на крючке имеются. Другую часть накидываем на крючок. Возьмем еще одну белую, накинем на крючок, просунем сквозь те резинки, которые уже здесь есть, другую часть на крючок. Посмотрите, начинает формироваться цепочка. И нам ее нужно сделать, конечно же, такой длины, которая будет подходить вашему запястью. Нужная длина браслета сплетена. Можно померить на руке достаточная длина. Если все достаточно, то мы можем взять клипсу, накинуть ее на две резиночки, которые у нас находятся на крючке. Убираем крючок. Ищем на другой стороне этого браслета белую резинку. Вот она по центру находится. И накидываем на нее другую часть застежки. И все, браслет у нас готов. Вот такой он радужный получился. Очередование прекрасных цветов. Я надеюсь, что вам этот урок понравился. Поэтому подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. И пишите в комментариях ваши впечатления об этом браслете. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова